всем привет сегодня видео мы покажем как поменять сальники клапанов на восьмиклапном двигателе на k7g и k7m это делается аналогично без разбора гону без снятия головки блока цилиндров какие причины были сделать на этой машине на данной машине пробег 117 тысяч километров у человека подкушивал масло то есть где-то на 4000 километров доливалась литр масла компрессия была замерена компрессия была в норме был небольшое напыление масла на первой свечке когда выкрутили свечи для данной процедуры нам понадобится прокладка клапанной крышки это обязательно собственно сами сальники клапанов ну свечи тоже желательно поменять чтобы новые были для начала нам необходимо снять патрубок воздушного фильтра можно его отнести в сторону чтобы он не мешал и открутить болты крепления корпуса воздушного фильтра два болта спереди и два сзади снимаем корпус воздушного фильтра не забываем освободить сапун снимаем высоковольтные провода свечей освобождаем топливный шланг откручиваем болты крепления хлопной крышки головкой на 8 модуль можно не откручивать он у нас уйдет вместе с клапанной крышкой этот жгут тоже не помешает крышку идет после того как открутили все болты снимаем клапанную крышку освобождаем жгут центральный и убираем клапанную крышку затем необходимо достать свеч после того как мы достали свечи нам необходимо вывесить переднее правое колесо под домкратив его включить пятую передачу и ручник поднять с того как под домкратили поднимаем ручник включаем пятую передачу не забываем выставляем верхнюю мертвую точку верхнее положение первого и четвертого цилиндра не забываем что отсчет у нас идет от коровки дальше откручиваем болты держатели коромысел головкой на 13 снимаем вал с толкателями забыли этого уточнить мы рассухариваем сейчас у нас первый четвертый цилиндр мы башнями верхней мертвой точки и мы рассухарим соответственно вот этот клапан этот и вот эти два когда мы с этими четырьмя закончим необходимо провернуть двигатель и уже вот эти два клапана мы вкручиваем болт рокер на место упираем рассухариватель в этот болт и я основной частью на пружину теперь нажимаем и магнитом аккуратно сразу извлекаем сухари сразу извлекли сухари и достаем пружину после того как мы достали чашку с пружиной необходимо сухари сразу устоять на место чтобы не потерять чтобы у нас было все готово к сборке теперь у нас есть доступ чтобы извлечь старый сальник клапана аккуратно его извлекаем потому что он может быть прикипевший нагар и меняем на новый еще раз отмечаем аккуратно извлекаем сальник снимаем с направляющей устанавливаем новый сальник аккуратно по часовой стрелке вставляем еще раз на направляющую сначала до конца не получится и используя маленькую хитрость вороток с удлиненной головкой на 10 аккуратненько добиваем его до упора до упора и устанавливаем пружину сразу необходимо засухарить и так чтобы засухарить впускной клапан четвертого цилиндра мы убрали колокол потому что он мешал чтобы подлезть правильно рассухаривателем тире засухаривателем и теперь у нас есть доступ чтобы засухарить аккуратно попадаем сухарями в пазы клапан после того как засухари не забываем несколько раз удара молотка постучать по клапану по чашки не сильно после того как мы поменяли сальники на клапана впускном выпускном первого цилиндра меняем сальники клапана в клапана впускного и выпускного на 4-ом цилиндре вот один из тех сальник с которых могу масло попадать он очень жесткий как стал как пластиковый. Такого быть не должно. Итак, мы поменяли сальники клапанов первого и четвертого цилиндра. Теперь выставляем верхнюю мертвую точку третьего и второго поршня и, соответственно, меняем сальники этих клапанов. Для этого мы берем отвертку и с помощью поворота колеса мы ловим верхнюю мертвую точку. То есть, когда у нас поршень находится с верхней мертвой точки. Да, стоит еще раз отметить главный принцип замены сальников клапанов в данном методе, когда без снятия головки. Поймав верхнюю мертвую точку поршня, клапан у нас в него упирается. Соответственно, это нам позволяет его рассухарить, чтобы освободить для дальнейшей замены сальника. То есть, поэтому это следует понимать. Тут главное понимание. Теперь мы рассухариваем клапана третьего и второго цилиндра. Устанавливаем рассухариватель. Надавливаем на клапан, на пружину клапана. До освобождения сухарей. Берем магнит и извлекаем сухари аккуратненько. Убираем рассухариватель, извлекаем пружину с чашкой. Сразу устанавливаем сухари на место, чтобы подготовить пружинку к установке и не потерять сухари. Аккуратно снимаем сальник с направляющей. Не забываем, что он у нас может сидеть туго, закиснуть на направляющей. И снимаем сальник. Устанавливаем новый сальник. Аккуратно по часовой стрелке вращая. Ставим его сначала от руки до упора. И затем длинной головкой на 10 аккуратненько добиваем до конца. Теперь клапан необходимо засухарить. Сухариваем. Сдержим пальцем сухари. Все, позастал клапан. И обязательно после этого необходимо так называемым методом простучать клапан аккуратно. И проделываем эту процедуру со всеми клапанами третьего и второго цилиндра. Мы для наглядности хотим вам показать на снятом клапане. Вот у сухаря паз. Он упирается. Вот паз в клапан. Упирается в клапан. Вот так вот ставится. Снизу давится чашка. Вот как это детально показать. Итак, мы поменяли сальники на всех клапанах. Теперь нам необходимо очистить поверхность головки под прокладку клапанной крышки. Все зачистить. Саму клапанную крышку. И обязательно необходимо отрегулировать клапана. Но надо, чтобы у нас двигатель до достаточной степени остыл. Смываем толкатели. И устанавливаем толкатели с валом на свое место. В том же положении, как снимали. Важно, при затягивании болты сразу нельзя затягивать. Равномерно прижимаем каждый. И затягиваем болты равномерно. Ну ладно, ты пока ищи этот. Смс-каник номер карты. После того, как отрегулировали клапана, устанавливаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем клапанную крышку, не забываем свечи. И собираем все в обратной последовательности. Все, после замены заводим двигатель. Слушаем, как работает. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!